ЧЕРЧИЛЬ 3 ЧЕРЧИЛЬ 3 Что касается Аватара, даже комментировать не буду. Ну и остается только сама машина и вот этот внешний вид, который к данной машине не имеет абсолютно никакого прямого отношения. Это не является легендарным каму для ЧЕРЧИЛЬ А3. Это просто красивый переливающийся анимированный камуфляж. И не более того, причем вы можете одеть его на любую другую тачку. Короче говоря, ребят, вот такой вот набор. За полторы тысячи голды и по большому счету за полторушку вам и предлагают саму машину и каму. Все остальное я в учет брать не буду. Так стоит ли полторы тысячи ЧЕРЧИЛЬ 3? Давайте для начала посмотрим на то, что у него есть по вооружению, а все остальное будем заценивать непосредственно в боях. Что касается базового орудия, которое здесь стоит. На базовом орудии, ребят, вы имеете, я бы сказал, вполне себе приемлемое время сведения, как для тяжелого танка. Очень большой разброс. Урон в минуту в 1567. И все это благодаря тому, что перезаряжаетесь вы 3,5 секунды и отбрасываете по 90 единиц альфы. При этом имеете пробитие в 137, которых с горем пополам достаточно для игры на своем пятом уровне, встречая шестерок. Которые вам, кстати, ребят, будут встречаться однозначно часто. Есть еще топовое орудие, которое зайдет тем ребятам, которые любят играть от альфы. Здесь альфа 160, но при этом всем ДПМ абсолютно не меняется практически, потому что увеличивается практически в 2 раза время перезарядки самого орудия. Разброс приблизительно тот же и время сведения тоже где-то в тех же пределах, как вы видите, не сильно большие изменения. При этом всем вы получаете плюс 70 единиц к альфе и плюс 2 градуса угла склонения орудия вниз и именно минус 8. Дело в том, что при минус 6 играется очень сложно. Ну вот просто поверьте мне на слово, сама форма танка такая, что орудие вниз практически не опускается. Если к кому-то близко подъезжаете, то нижний бронелист вы уже выцелить не сможете. Ну что, берем машину, берем ее сейчас на ее топовом орудии с большой альфой, ну и соответственно попытаемся заценить, а потом заценим машину в катке на орудии базовом, которое имеет меньшее время перезарядки и в то же время меньшую альфу. Уникально, но факт. Вне зависимости от того, какое орудие вы поставите себе на Черчилля 3, ваш ДПМ абсолютно не изменится. С другой стороны, это возможность вам чередовать орудия для того, чтобы получать какое-то новое ощущение от данной машины. Ну и наверное все-таки это возможность ребятам, которые только учатся играть, самим определиться, на чем им комфортнее играть будет. На более скорострельном орудии или на менее скорострельном орудии, но более уронном. При этом не изменяя баланс самой машины в виде вклада, в виде урона, который вы будете наносить. Короче говоря, Черчилль это такой себе кладец возможностей. Ну а что касается кладец ли это фана, интересной игры и нового геймплея, сейчас будем попытаться посмотреть. Итак, друзья, попадаем в бой, слава богу, без шестерок, только одни пятерки. Как вы видите, маневренность оставляет желать лучшего, скорость, в целом подвижность тоже. И что самое плохое, что сейчас Мэджай бросил меня и мы не поехали вот сюда на направление тяжелых танков, где нам в принципе и место. Отыгрывать вот тут на горке с моим углом склонения орудия вниз минус 6, а выглядит это вот таким вот образом, будет ну в край сложно. И мне остается надеяться, что нас сейчас не обойдут где-нибудь краями и соответственно не напихают нам в корму снарядов. Ну что, поехали на Типа поохотимся. Косанул. Ребят, здесь косанул я, на месте машина разворачивается просто ужасно, при этом всем, ребят, урон довольно-таки добротный для своего уровня. Держит меня парень. Ну молодец, окей, вопросов нет. Пытается сейчас максимально меня сдержать, но ребята, союзники помогли, да и слава богу. А вот теперь поехали встречать Рыношку. Сейчас попытаюсь показать вам угол склонения орудия. Броня здесь действительно есть местами. Вот угол склонения орудия. Все, привет. Вниз орудие не опускается. Ребят, я стою, я бы не сказал, что на какой-то прям существенной горе, с которой другие машины тоже справиться не могут. Что касается точности орудия. Без полного сведения я бы не сказал, что орудие является, ну, каким-то довольно-таки точным. Что касается брони, то, как видите, пробивают, ну, вот как-то вот так это все выглядит, пробивают в башню, потому что она прямая, как угол дома. И, соответственно, закидывать туда абсолютно нет никаких проблем ни для кого. И поэтому отыгрывать от башни, я бы сказал, дискомфортно не только из-за того, что сама машина не позволяет опускать орудие вниз нормально, А еще и потому, что вашу башню просто-таки на ура будут разбирать, она довольно-таки немаленьких размеров. Ну, короче говоря, это такая себе сухопутная яхта, такой себе крейсер, который медленно и печально едет по карте, при этом собирая в себя пробития. Мне больше нравится играть на базовом орудии, и его мы сейчас заценим, когда досмотрим данную каточку. Итак, друзья мои, 636 единиц нанесенного урона, далеко не самый лучший показатель, но в целом, ребят, на топовом орудии действительно отыгрывать не очень приятно. Оно хоть и альфовое, но крайне долго перезаряжается, и пока оно перезаряжается, вы получаете в дыню, ну, прям-таки на ура. Хвалим наших ребят из нашей команды, хоть мы и проиграли, но эти страдальцы сделали все возможное для того, чтобы победить. Обязательно хвалим товарищей из противоположной команды, и мне хочется спросить, ребятушки, а где же те, которые кричали по поводу того, что Рено Г1, как только вам подарит Wargaming на свою днюху, необходимо сразу продавать? Вот этот Рено Г1, который накидал 2000 единиц урона и сделал 4 фрага. Рено Г1 не такое Г, как казалось на первый взгляд. Машина прикольная и интересная. И я ее, между прочим, не продал, и мне кажется, что не зря. Что касается базового орудия, мне на нем играть гораздо интереснее. Мне вообще, в принципе, нравятся скорострельные танки. Дело в том, что я любитель таких машин, как Action X и ему подобные. Те машины, которые часто стреляют, пускай даже с меньшей альфой, но все-таки более увесистые в этом отношении. Короче говоря, ребят, если будете играть на базовом орудии, то здесь будет 3,5 секунды перезарядка, и это гораздо комфортнее. Урон 90 единиц, но в целом его гораздо проще реализовать этот ДПМ, именно накидывая постоянно, потому что на пятых левелах вы в основном играете ноздря в ноздрю со своими союзниками и лбом колбу со своими соперниками. Здесь время сведения и разброс приблизительно те же самые, поэтому разницы особой вы вроде бы не почувствуете. Почему говорю вроде бы? Потому что я эту разницу парадокс, но все-таки ощущаю. Я чувствую разницу в точности орудия. Мне кажется, что все-таки базовое орудие является более точным. Хотя по характеристикам так вроде бы и не скажешь. Ну что, дожидаемся захода в бой и погнали тестить базовую пушку. Ну что, поехали. Я так понимаю, что тяжи в этот раз меня на линии тяжелых танков поддержат. Здесь угол склонения орудия еще более худосочный. Как я говорил, минус 6, там минус 8. Но играются приблизительно одинаково. Да, есть ощущение разницы, но не настолько глубокое, как может показаться в процентном соотношении. Почему говорю про процентное соотношение? Потому что если говорить о минус 8 и минус 6, то в процентном соотношении это очень много. А если говорить в градусах самого склонения орудия, то вроде бы как бы и кот наплакал. Ну что, поехали. Едет очень туго, об этом я говорил и в предыдущей катке. И, как правило, вы на этой машине будете постизать их. Да это, в принципе, и хорошо. Потому что таким образом вы волей-неволей пускаете вперед своих союзников, которые вам и подсветят, и удар на себя примут. Ну и дадут вам возможность нормально прицелиться и позакидывать урона по соперникам. Соперникам. Наглец на Басотто стоит. Не знаю, хватит ли мне высоты танчика для того, чтобы его выцелить. Выцеливаю, но толку мало. Безусловно, с такого расстояния попасть, пробить очень сложно. Время сведения приблизительно такое же по ощущениям, как и у топового орудия. Играется приблизительно точно так же. Но, как я уже говорил, я лично замечал, что это орудие, оно является более точным, если вы будете стрелять без полного сведения. Как видите, полного сведения у меня сейчас не было, а снаряд у меня попал четко посредине моей прицельной точки. Так, подъезжаем чуть ближе. Сделали круг почета немножко. Жаль, мог я добрать, были все шансы. По точности. В целом, играется неплохо. Единственное, что время полета снаряда оставляет желать лучшего. И это действительно чувствуется на совсем дальних расстояниях. В отношении того, чтобы идти в размен, на Черчилле, конкретно на данном орудии, в размен идти очень легко. Потому что, как правило, машины, против которых вы играете, накидывают вам несущественно больше урона, чем вы им. У вас всего лишь 90 единиц альфы средней. Там будет пускай 110, 120, у кого как. Но в любом случае, с учетом вашей скорострельности, вы идете с ними по количеству выстрелов, которые производите. Не то чтобы на равных, а даже немножко их опережая. Ну а что касается того, чтобы вас разобрать, то понятное дело, что у вас запас прочности больше, чем у многих других машин на вашем левеле. Короче говоря, ребят, заранее забегая наперед, давайте будем суммировать. Кому подойдет Черчилль третий и кому он, в принципе, нужен? Ну, во-первых, коллекционерам. Это однозначно. Машина действительно относится к коллекционным, потому что мало кто их катает и мало кто хвастается наличием этой машины у себя в ангаре. Вторые ребята, это те, которые имеют полторы тысячи голды и им некуда их деть. Третьи игроки, которым действительно имеет смысл купить данную тачку, это те игроки, которым нравится играть на Черчиллях. Это как отдельный вид танков в нашей игре. И вот это типичный Черчилль, который на своем пятом уровне еще и там чего-то пытается фармить, пускай немного, но в минусе вы находиться не будете и с учетом прем-аккаунта 25 косарей. Ну, а что касается нашей результативности, то Черчилль будет входить, как правило, в ваших руках, когда вы к нему привыкнете, в тройку лидеров по урону, вне зависимости от того, будет это поражение или победа. Прямо каких-то бешеных результатов вы сможете получить только в случае, если вы будете накидывать по каким-то отвлекшимся либо спящим соперникам. Ну, а что касается того, чтобы давать точно такие же результаты по 2000, допустим, урона в обычных боях, там, где соперники не будут просто так поддаваться вам в отношении разбора их на ХП, то таких результатов вы будете получать не так уж и часто. Вот такой вот он Черчилль третий. Покупать или нет, решать исключительно вам. Мое дело показать машину такой, какая она есть и предложить вам подписаться на канал, если вы им за честность. Подписывайтесь прямо сейчас, я вам буду благодарен и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.